Усих радостя у радость. Цудотворный образ Мати Божией за миловання прибыл у Витебске храм святого апостола Андрея Першазванного. Его привезли с поселка Локоть Бранской в области России. Гэта любимая икона пропадобного Серафима Саровского. Один и у свете миротечный образ. За бличем святой верники звязывают мнозство прародствов и цудов. Локотскую икону признаут судом православного света гоноровый патриарши Экзарх у сяе Беларуси у ладыка Филарет. Святыня пройшла каля 15 тысяч километров по дорогах России, Молдовы, Грузии. У Витебску икона у третий раз. Тот образ, который мы сопровождаем, это тоже копия, литография Дзивейской иконы, которая была обретена 26 лет назад в селении Локоть Брянской области в бывшем имении великого князя Михаила Александровича Романова, младшего брата царя-мученика Николая II, который был так же убит, как и вся царская семья. В этом селении 26 лет назад раба Божия Наталья приобрела в местном магазине просроченный календарь с ликом Матери Божией, который предавщица намеревалась выбросить с ненадобностью и повесила дома как икону. Спустя время образ стал благоухать, замироточил, об этом сообщили правящему архиерею. К его приезду решили икону поместить в рамочку. Когда сняли со стены и увидели, что на обратной стороне она явила нерукотворный образ. И позднее, когда от икона начались чудеса и исцеления, ее одели в ризы, как и подобает чудотворной иконе. И когда мастер работал над ризой, он заметил, что кроме лика Матери Божией на этом нерукотворном образе присутствует еще одно изображение, которое раньше до него никто не видел и не замечал, потому что оно находится вот здесь. Мы его все прекрасно знаем в изображении на Туринской плащанице лик распятого и воскресшего Иисуса Христа. У Витебском храме святого апостола Андрея Першазваного от судотворный образ Мати Божией за милованье пробудет до 29 липеня. Что дня у 18 годин тут будут проводить молебен за кафистом. Далее икона накируется у Полоцки, Спаса и Уфросиньевский монастыр.